с его участниками. Это программа «Мой район», и сегодня мы говорим о летнем сезоне проекта «Московское долголетие». У нас в студии участница «Московского долголетия» Татьяна Филюшина, заместитель директора Московского конного клуба Юлия Лешко и актер театра и кино, телеведущий Михаил Полицеймака. Юлия, Михаил, Татьяна, добрый день. Добрый день. Татьяна, я вижу, вы прям пришли вот непосредственно с реквизитом. С реквизитом, да. Как давно вы занимаетесь этим? Я занимаюсь три года. И прям начала именно в «Московском долголетии». И «Московское долголетие», я хочу сказать, как-то к жизни возвращает. Пошли на пенсию, внуки выросли, что делать? Дом сидеть или пойти в лес с друзьями пообщаться, новых друзей найти. Ну, в общем, у нас там хорошо и весело. А почему выбрали именно скандинавскую ходьбу? А это мне дети посоветовали. Что, говорит, сидишь? Иди в лес, свежий воздух, птички поют, прекрасное общение. Так что мы очень довольны. А сколько такая прогулка длится? Сейчас мы с инструктором ходим, а потом уже со своей компанией мы идем дальше сами гуляем по лесу. А инструктор-то он просто показывает, как надо ходить? Ну, и показывает, и маршрут нам указывает, куда пойти, как пойти. Там, зарядкой позаниматься на свежем воздухе. Здоровой спиной мы тоже занимаемся. Я же понимаю, это такая сезонная, да? Нет, нет, нет. Зимой тоже можно? И летом, и зимой, и осенью, и в дождик, и в снег мы все как юные пионеры. Миша, а вы так закивали активно в теме, да? Нет, я, конечно, в теме, потому что... Тоже ходите? Дети посоветовали это прекрасно. То, что есть эта программа, это прекрасно. Вопрос заключается в том, что это одно из самых полезных вообще, неэкстремальных видов спорта, которые есть. Потому что, как говорят врачи, тут работает все группы мышц. Все группы, да. То есть, во-первых, человек не бежит, не травмирует суставы, он не падает. Зимой вот здесь вот башмачки, такие ледоколы, рука не соскользнет. И вообще, когда двигаются и руки, и ноги, это самая лучшая вообще нагрузка, то, что нужно. То есть для скандинавской ходьбы вообще нет никаких возрастных ограничений? Нет. Нет. И самое главное, что я повторяюсь, работает вся группа мышц. И вот то, что я сейчас вижу, то, что люди разного возраста, у вас прекрасный, светующий возраст, вы молодая вообще. Конечно. Вы молодая. А есть люди, которые 80 лет этим занимаются, 85 лет этим занимаются. И у них по-другому, и все меняется, организм омолаживается. Юля, а чем полезна ипотерапия, да, правильно? Ипотерапия, да. Ипотерапия, значит, в чем она заключается? В том, что вы оседлали лошадь и на свой терапевтический эффект за счет чего? Ипотерапевтический эффект достигается еще в процессе общения с лошадью. То есть перед тем, как ее оседлать, за ней ухаживают, то есть ее чистят, надевают амуницию, собирают, как говорится, к тренировке. И это тоже такое направление ипотерапию, потому что у нас принято считать, что ипотерапия – это только верхом, да, и, соответственно, узкоспециализированное направление. На самом деле ипотерапия гораздо шире, да, то есть именно общение с этими прекрасными животными, да, оно очень положительно влияет на общее состояние. И по эффекту положительному, даже когда вы угощаете любимцев, да, доказано учеными, что вы получаете эмоциональный всплеск, даже равнозначный по тому, кто сядет верхом. Поскольку верхом – это более, ну, скажем так, история небезопасная, да, тут, в отличие от скандинавской ходьбы, ну, скажем так, не все могут заниматься верхом. Здесь есть ограничения. Да, есть ограничения, да. Ну, я могу вот добавить, я снимался в кино давно на лошади, потому что у меня роль была конокрада, и меня отправили в Сокольники заниматься, и, слава богу, Галопа не было у меня там в кадре, но я до этого никогда с лошадью не общался. И это кажется, что это просто, но когда ты залезаешь на лошадь, это такая физическая нагрузка. Совершенно верно. Там включаются такие мышцы, о которых о существовании ты не знал, я серьезно говорю. Совершенно верно. Когда в кадре мне там, во-первых, надо с ней же найти контакт, ей же надо управлять, она должна тебя, лошадь, уважать. Да, совершенно верно. Потому что если ты садишься на лошадь и говоришь, да, пошла, она так сразу, вот он, чего? А если ты с ней дружишь, она тебя слушается. И вот я вам могу сказать, я в спектакле у Надежды Георгиевны Бабкиной, Баби Бунт выезжал на лошади. На стену? Какой? Настоящая огромная лошадь из цирка. Не на пони, но где я и где пони. Пони будет тяжело. Вот. И я выезжал на лошади, приехала цирковая лошадь, прекрасная, которая так на меня посмотрела. Народная артистка. И я выезжал на лошади, и там просто надо было проехать из одной кулисы в другую. И у зрителей был шок. Потому что компонент, что все смотрели на лошадь, и это не так просто. Даже не так просто залезть на нее. Вот без стульчика. Да, без подготовки, то есть трибунки, либо стульчики. Вы сразу залезли на лошадь? Ну, я в детстве занималась, то есть так любительски. Поэтому у меня небольшой опыт, да, конные прогулки. Первый раз надо мной хохотали, потому что, ну как, у меня силы есть, ты ставишь ногу, а-а-а, а-а-а, она стоит, терпит. Вот, потом я научился и горжусь этим, потому что, ну как, раньше же наши предки ездили на лошади, мне кажется, себя чувствовали. Юля, а как давно вообще ипотерапия в рамках московского долголетия? Проекта московского долголетия, он был более полутора лет. Проект существует, начинали, то есть коллеги из московского долголетия обратились к нам в клуб. Мы на тот момент еще развивающийся клуб был, да, только открылись. Мы поддержали эту инициативу. У нас набралась группа, то есть до 20 человек возможность. Это все... В рамках московского долголетия, да. У нас программа была рассчитана на полтора месяца. Ну, то есть, что полтора месяца по взаимодейству, а старшее поколение настолько втянулось, у них появились свои любимцы. Есть те, кто ходит регулярно полтора года, то есть в любую погоду, дождь, снег, да, то есть всегда наши пенсионеры у нас. И уже самое интересное, что поскольку это общение с лошадью, да, вот как Михаил говорил, что нужно найти контакт. Вот наши подопечные, да, и жители пожилого возраста, они нашли контакт, потому что у нас лошади уже четко знают, что понедельник и четверг с 11 до 12 придут те, кто будет их угощать, ухаживать за ними, да, прогуливаться, прошагивать. И поэтому, ну, лошади прям действительно ждут, они уже знают, понимают, кто у кого-то любимцы пони, да, ну, то есть уходят. Кто-то там побаивается, да, лошадей крупных, да, кто-то там выбирает пони, кто-то крупных, но в любом случае все в плюсе в этой истории. Татьяна, не хотели бы попробовать? Вообще-то хотелось. Хотелось бы, да? Хотелось бы, с удовольствием. Ну, вы знаете, вот я просто хочу добавить, что понятно, лошади с кандидатской ходьбой, вот московское долголетие, оно стало популярно. Вот что важно. И в принципе, не важно, чем человек занимается. Не важно. Главное, это физическая активность, это желание выйти из дома, подвигаться, потому что движение же это жизнь. Прихожу гулять с младшей дочерью в сад Баумана, и я вижу прекрасных людей, которые кто с палками. У нас в саду Баумана стоят тренажеры. И знаете, что меня поразило? Значит, у меня дочь любит всякие вот эти вот тренажеры для взрослых. Она любит по ним лазить. Я говорю, аккуратно, там, вот эти штуки, значит, вот эти штуки. Четыре года. И тут мы приходим в сад Баумана, а я там что-то даже и не видел. Я заглядываю и вижу люди в прекрасном возрасте, 60+, играют парами в настольный теннис. Вот я в своем детстве, честно признаюсь, я такого не видел. Нет, нет, у нас тоже как раз в этой нашей территории, это уже в настольный теннис играют. Они играют, они на счет играют, они азартные, кричат, ура, мы выиграли. Я подумал, что там молодые люди играют. Я так заглянул, а у нас стоит куча столов для пинг-понга, и они все заняты. Поэтому это популярно, это сейчас стало популярно. Это знаете, как вот у артистов спрашивают, а вот артисты же сейчас выпивают? Нет. Почему? Это стало непопулярно. А что артисты делают? Они спортом занимаются. Почему? Потому что это популярно. И это самая, мне кажется, главная заслуга. Кроме скандинавской ходьбы, Татьяна, чем еще? Здоровая спина у нас есть такое мероприятие. Вот мы сначала идем на здоровую спину, там мы все это поразминаем, а потом идем в лес с палками гулять. Покажите нашим зрителям, как вы со здоровой спиной ходите. Во-первых, даже для меня было удивительно, что руки очень работают. Руки даже больше устают, чем ноги, когда идешь. Руки что там машешь? Руки устают. Сейчас. Осанку держим. Все у нас. Это надо, длина регулируется, да? Да, да. И надо подгонять. Рука должна быть вот 90 градусов. Ну и пошла. Руки работают здорово. Не хотите попробовать? Нет, не решусь. Надо сперва покормить. Нет, ну это 5 метров туда, а 10 километров люди ходят. Ну вот скандинавская ходьба, конечно, это вот действительно, ну каждый, я насколько понимаю, может заняться. В отличие вот от ипотерапии. А какая-то альтернатива есть? Ипотерапия? Да. Вот если у нас люди, которые хотят почувствовать себя все-таки верхом, всадником на лошади, то как раз-таки такая вот история альтернативная. Это хобби-хорсинг был придуман. Потому что если ипотерапия, если общение, да, то тут противопоказаний нет. Это со слов даже участников. То есть нормализуется давление, улучшается настроение. Это важно, значит, давление. Это самое важное, да. То есть вот все участники, они приходят с горящими глазами, да, участники проекта долголетия. И кто-то, может быть, мечтал о коне, но боится, да, к живой лошади подойти, да. А тут вот альтернатива, которая, в принципе, можно попробовать. Ну, дошли до того, что начали соревнования устраивать. То есть уже вес лошадки, да, до килограмма. Дисквалифицируют, если лошадка выпадет. Тут все серьезно. Ну, опять же, как и в конном спорте, выездка, конкур. Конкур, то есть они преодолевают препятствия, как мы можем видеть сейчас. И вот там метр тридцать попробуйте удержать и, соответственно, преодолеть, да. Выездка, учатся схемы, как вот, ну, то есть полностью все. А какие-то правила существуют или просто вот фактически это занятие, как физкультурой, вот с этим, как я... Хобби-хорс он называет. Ну, да, вот девайс. Хорсик, как ласково называют. Хорсиком. Хорсики ласково называют. Мы можем организовать прогулку по студии. Давайте прямо сейчас и организуйте. Это чистые элементы легкой атлетики. Потому что я вижу, я так понимаю, что они просто занимаются прекрасной кардио-тренировкой. Да? Тут главное, как и в конном спорте, корпус держать, да? Корпус держать, да. Выдок в луках, кстати. Да, я, кстати, по одежде не соответствую. Вот у вас прям как раз для спортивного мероприятия. Я тут готовился. Я же известный хобби-хорсингмен. Очень известный. Да, ну, это просто вот, да, вот мы прыгаем. Ну, голубь, рысь, да, либо просто идем. Ну, главная задача вот именно в соревнованиях, если, чтобы лошадка не упала. И, значит, у нас получается шаг, да? Ну, да, вот мы просто ходим. Шаг, рысь. И голубь поактивнее. И голубь, вот, вот, наверное, да? Да, да, да. Я считаю, что вот мы в новом летнем сезоне московского долголетия мы предлагаем прекрасную альтернативу. Все-таки это гораздо проще, чем лошадью обзавестись живой. Да, содержание лошади. Ну, вот этой лошади содержание обойдется дешевле. И опять она гипоаллергенна. Ну, вот еще наверняка есть увлечение йогой и цигуном. Вот это очень полезная штука. Йога я знаю. И цигун — это китайская гимнастика. А, вот это как такая вот. Нет, это просто определенный набор движений для суставов. Очень омолаживает и внутренне, и внешне. Ну, во-первых, я точно сегодня узнал новое про цигун. Цигун? Цигун. Хобби Хорсинг. Хобби Хорсинг. Вы знали про Хобби Хорсинг? Нет, я знала, и по телевизору я видела. Ну, я тоже слышала, но не занималась. Да. То есть мы сейчас продолжим разговор и другим участникам московского долголетия. Расскажу и про Хобби Хорсинг, и про цигун. Огромное вам спасибо. А мы продолжим разговор про летний сезон московского долголетия.